Мака, самое интересное, Мака, ну что, ну что, как ты меня зовешь на кухню, как ты меня на кухню зовешь, нет, пойдем, как ты меня зовешь, Киса, да, она никогда такой шустрой не бывает, кроме как утром, когда хочет жрать, что, куда ты меня зовешь, Ляля, Куда, ой, да ладно, поперхнулась, что моя стройняшка, ну пойдем, пойдем, никто так не любит сухари, как я, и вот еще, а это обычные сухари-бульоны. Всем привет, у меня сегодня супер долгожданная новость, сегодня мы наконец-то идем на премьеру Человека-паука, я правда очень рада, и Саня рад, Саня вообще безумный фанат Человека-паука, когда он увидел видеоинтервью, он вообще был в шоке, полдня он ходил, говорю, да, ну я не могу в это поверить, Ну, то есть, правда, мне очень польстили его эмоции, я обожаю, когда его что-то в этой жизни удивляет, его очень сложно удивить, так что мы сегодня вечером идем, до этого мне нужно успеть сделать кучу дел. Я на премьеру пригласила свою ученицу, свою самую любимую, ее зовут Марта, по-моему, уже два года прошло, как я не преподаю, но Марту я до сих пор не забыла, я помню, мы переписываемся с ее бабушкой, очень давно хотели встретиться, она уже подросла, я немного переживаю, но очень скучаю. Она самая воспитанная, самая веселая, самая креативная, то есть, все, что самое про девочку можно сказать, это про нее, и зовут ее Марта, это самое лучшее имя для девочки, для меня. Конечно же, своих племянцев я тоже очень сильно люблю, но и Марту люблю тоже. В пульсе жара нереальная, я еле дошла до дома. Вот кайф тем, кто ездит на машине с кондиционером, я вам завидую, правда, и Сайбель, я тебе завидую, потому что ты вечно на машине с кондером, а я таскаюсь по автобусам и по жарким такси. В редких случаях в такси есть кондиционер, это только премиальный такси, ну ладно. Я хочу похвалить давно забытую Буржуа, все ими, 02, это оттенок. Это, знаете, какая-то новинка, мат. В общем, мне она нравится тем, что она на губах не как прям такая насыщенная пигментированная помада, а как пигмент. То есть, она кажется яркой, но на самом деле она придает такую естественность губам. Сейчас, это не тот цвет у меня, я всякие пробовала там, но вот этот супер цвет и вообще все цвета в этой серии мне очень нравятся. Я рекомендую. Все вечно рекламируют всякие лореали, мейбелины, а про Буржуа все забыли. И, кстати, в Бьюти Мани почему-то на них была распродажа 30%, так что я с удовольствием взяла. Обожаю ее. Вот у меня таких две цвета, я только им не пользуюсь. Пойду перекушу и буду собираться, одеваться. Посмотрите, сколько мне белья гладить. Но не сегодня, потому что сегодня я готовлюсь к премьере. На обед у меня гречка с тефтелями. Я заходила сегодня к Маше. Она угостила меня запеканкой, потому что я не успела у нее чай попить. Кажется очень вкусно. По крайней мере, круто, что там есть изюм. Как раз, кстати, и супер, что она не сильно сладкая. Все, как я люблю, ПП. По-быстрому покажу вам косметику, которой крашусь. Это хайлайтер, вот этим я постоянно пользуюсь. Мои любимые салфетки, которые матируют и не снимают макияж. Тональным кремом я уже целый год этим пользуюсь. Кстати, вот вторая помада, которая мне очень нравится и которая почти что уже кончилась. Вот мой любимый консилер, который заканчивается. Мой любимый крем SPF 42 матирующий. Кисти тут всякие. Это у меня арт-декор. Основа под тени. Пудра я пользуюсь, она бесцветная. Это у меня зеркало. Что еще в тени у меня. Чаще всего я, конечно, пользуюсь вот этими. Это лориаль. Все в тоналке. И мой любимый цвет, конечно же, вот этот вот. Я тут в срочном порядке поправляю макияж. У меня вот такая обычная зубная щетка с отелем. Я и расчесываю брови. Мой любимый карандаш для бровей. Последний раз в Москве я купила таких 5 штук, потому что в Амате их нет. Это обычный браун. В общем, дарк браун. Здесь ничего у меня уже не написано. И закрепляю все тушью для ресниц, коричневой. Главное лишнее все поубирать. Я тащусь и завидую всем, у кого густые брови. Ресницы, знаете, не так важны для меня, как брови. Вот и все. Почти готово. Сейчас принесу свою новую помаду. Я и накрашу буду. Как будто бы я наелась вишнем. Очень натуральные губы. Для лета идеальный вариант. Очень от души рекомендую. Вот они, две мои любимки. Ну, это совсем такой, чуть-чуть морковный цвет губам придает. Та-дам! Немного подкрутила волосы. Голову не стала мыть. Воспользовалась сухим шампунем. Вылила на себя тонну сухого шампуня. Теперь надо сделать чуть-чуть вот так. Потому что особенно после сухого шампуня, хоть он у меня и для черных волос, какие-то белые проблешины все равно есть. Я выбрала белую накидку, в которой я была на интервью. Мне кажется, очень символично. Она мне всегда будет напоминать о человеке-пауке и моем первом интервью. Она у меня удачная. И я не могла ее не надеть сегодня. На самом деле, она подходит под любую вещь. Даже под джинсовую рубашку клево смотрится. А еще у меня сегодня отличная новость для меня. Я выпила последнюю таблетку. Аллилуйя! У меня теперь не будет этого ужасного привкуса от этих антибиотиков. И я чувствую себя здоровой. У меня не появляются новые воспаления. В общем, лицо все чище и чище. Я, конечно, все свои пятна замазала по максимуму. Даже и незаметно. Та-дам! Я вышла. Сегодняшний лук. Внизу юбка. Вот та самая Марта, о которой я вам рассказывала. И где-то, Энджи, ну так скинь, что мы тебя заслонили с собой. Мы сейчас пойдем что-нибудь перекусить до начала сеанса. У нас есть час где-то, примерно час. Так что мы погуляем, перекусим, пообщаемся. Марта мне расскажет последние события. И будем смотреть «Человека-паука». Вы любите «Человека-паука»? Да! Давайте все дружно оденем очки. И будем сварщиками. Сварщиками. Люди, кстати, говорят. А вот смотри, у Марты классные очки. Детские очки. Все, давай махнемся, не глядя. Ну давайте. Шутка, шутка. Будем ждать после титров. Спустя год. Мы идем на уловки титров. Ждем еще последнего финального кадра. Он должен быть. Мы Диану говорили на интервью. А Марта, ты хочешь взять титры? Да, тебе нужно ждать. Да, круто. Давай дождемся. Давайте пишем, пишем. Пилю забрали. Пытаемся его научить по лестницам ходить. Ну, он там так и стоит, как вкопанный. Он вообще нет. Пиля, пойдем. Пиля. Он вообще не в курсе, что происходит. Мака. Мака. Она пошла спасать его. Собаки. Мака, стоять. Вот мы и дома. Я включила кондер, чтобы было по прохладнее, потому что жутко жарко и на улице и в доме. У нас море впечатлений. Мы в восторге все вместе. Супер много экшена. Не хотелось, чтобы он заканчивался. В самом конце мы еще ждали какого-то экшена. Еще, еще хотелось. В общем, очень много юмора. Очень много интересных моментов. Очень здорово поржали. Мне понравились новые персонажи. Одноклассник и друг Человека-паука. Это мой любимый персонаж теперь. Я его обожаю. Он крутой. Особенно шляпа Индианы Джонс. Это просто бомба. И кое-что она мне напомнила. А точнее интервью. Как-то все это не случайно было, кажется. Теперь я тоже хочу такую шляпу. Я буду искать ее на Амазоне. В общем, всем рекомендую сходить на этот супер экшен всей семьей. Будет весело, занимательно. Клима мы, конечно же, не брали, потому что он слишком маленький для таких фильмов. Он бы не смог усидеть. И мы бы не получили удовольствие. Я в восторге от того, что мы встретились с Мартой, с ее бабушкой, с их семьей. Было безумно приятно, интересно. Мы соскучились друг по другу. Марта, я по-прежнему считаю, что ты самая хорошая девочка. И что твоей маме и бабушке очень повезло. Спасибо большое, что смотрите наше видео. Увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok